Страна ФМ Не на лыжах Не на лыжах Будем надеяться Смотрите, у нас так Хотя я вот опаздывал к вам на машине На машине опаздывали Был готов уже и на лыжах в какой-то момент Дмитрий, мне лучше на велике Мне моя предыдущая сфера работы, протокол Протокольная работа научилась следующим Нельзя, мне кажется, говорить, опаздывал Она говорит, я задерживался Вам можно Задержался просто В Москве, знаете, на все есть чудесное оправдание Пробки Все пробки Я так на велосипеде все и говорю Дима, смотрите Завтра, финальный день Такого интересного фестиваля Который называется стрит-арт Первый московский фестиваль уличных видов искусства Вычелок из протокола Должи понять, как важно все назвать Стрит-арт называется Действительно, мы замыслили очень интересную тему На Тавриде Это было год назад Там девочка выиграла грант И основная задумка была Фестиваль молодежный такой Форум даже Таврида Кто не в курсе В этом году там вообще Под Судаком Это будет огромное количество людей Он будет стационарный То есть, друзья Вот кто хочет себя проявить Кстати, там до 30 лет Можно подавать заявки Там будет огромное количество Грантов различных В общем, всех призываю Вижу такая профессиональная А вот мне 31, там уже все Ну, к сожалению Только как я Мне тоже 31 Из-за забора посмотреть Ну, в организаторы можно Понял С инициативой Я могу за вас, парни Поеду В Роспульцентр И пожалуйста Вот И там девушка презентовала свой грант Она выиграла А я там был куратор смены менеджеров В сфере культуры И у нее была история Что, в общем, как-то Культурную институцию Неважно где Превратить в объект Арт-объект Мы это проработали со своей стороны Потом получили поддержку Департамента культуры города Москвы И сделали не просто арт-объект Действительно, там у нас расписана часть фасада Уже совсем работа Скоро будет закончена Завтра вот мы финалим ее Там у нас изображение героя войны Ивана Михайловича Астахова Потому что культурный центр имени Астахова Все как-то понятно Хорошо, логично Логично, да И, в общем, население достаточно довольно осталось Вот Ну и вместе с тем Четыре дня мы создавали культурные объекты Всякие разные Расписывали Завтра будет показ Кирилла Минцева В общем, все про новые тенденции И ликбезы, и мастер-классы Уже немножечко устали И сошли с ума от объема креативных людей Ну, завтра такая Хоть день последний Не последний по значению То есть много всего будет Мы можем пригласить москвичей Да, пожалуйста, приходите Вход у нас, как обычно Как всегда На всех наших мероприятиях Бесплатный Ну, почти на всех таких массовых мероприятиях Волшебное слово в Москве Бесплатно Да уже, мне кажется Уже даже этим особо так не заманишь Главное, чтобы контент был интересный А контент у нас интересный Будет много артистов Они будут выступать на ночной сцене В 19.00 Прямо перед входом В наш культурный центр Там мы будем дарить победителям Всякие яблочные призы Потому что участников заявок Было больше тысячи И мне кажется Вот яблочные призы Они сыграли в этом смысле Свою роль Вот И показ Кирилла Минцева Да, то есть это вот Финалист проекта Подиум Очень такой интересный дизайнер Очень необычный Современный Да, он будет рассказывать про то Что скоро мы будем носить одежду На 3D принтере Я эту лекцию слышал Я восхищаюсь просто Дома скоро бы устроить Ну дома уж не знаю Главное, чтобы забрелили Вот все-таки, понимаете Летающие машины Вот пусть это будет на первом месте Вот А потом уже 3D Принтеры И все остальное Небольшая пауза у нас Сейчас скоро вернемся Майк Войс, Лиза Калинина в студии У нас в гостях сегодня Дмитрий Бигбаев Дима Мы говорим о фестивале, который называется Стрит-арт Завтра финальный день Ну давайте поподробнее расскажем Что там ждать Там такая движуха И ЗОЖ я посмотрела Там можно и постройнеть к весне Слушайте, за дотошность в этой телерадиопередаче Отвечаю я Дмитрий Центр Астахова Это очень важно Культурный центр Астахова Да, все делают вид Да, конечно, да Культурный центр Астахова Я там бываю каждый выход Где это? Я-то знаю Давайте все расскажем Это улица Люблинская Дом 149 Дело в том, что сейчас у нас идет такая активная Децентрализация культурной жизни То есть теперь Ну вот Много таких примеров Ну серьезно Что не нужно перейти в центр Для того, чтобы Ну как бы Хорошо отдохнуть Вот Мы провели день города У нас там выступали Самые топовые, пожалуй, артисты Которых себе только можно представить Так И вот постоянно проводим такие вот фестивали И народ, слава богу, к нам приходит С большим доверием уже Потому что знает, что у нас всегда классный контент Вот завтра на улице Люблинской Дом 149 Заметь, два раза Я уже сказал адрес Это Ювао, Москва Когда-то это был ДК А сейчас это такой вот уже Модный, прикольный кластер Вот Завтра у нас будет выставка ретро-автомобилей Автомобили можно покрасить Свои Ребята Ну Надо покрасить тачку Приезжай, брат Если нужно Да Мы можем Реально граффити бомбануть Без проблем Проехать к нам можно Самое главное будет концерт на уличной сцене Будут фудкорты работать Будут показы Будут мастер-классы Будут два либеза В общем Сегодня, например, еще вечером Успеваете Ну, вряд ли кто-нибудь успеет доехать В общем, буквально через 20 минут У нас презентация Сегодня, да Премьера, да Краткометражных фильмов Там режиссер презентует Две свои работы Ну, в общем, ну так вот Круто Дмитрий, а дай Движуха под открытым небом А дай скажу А чего недооценивать людей? Ничего недооценивать их силы? Едешь по Люблинке, друг Вот сейчас Сворачивай Сворачивай перед Ашаном налево Вот и все Симбалов, Босквей Че ты стоишь? Поверни Поверни налево Че ты стоишь? Все равно не доедешь сегодня За своей белой дачи Тебе это не нужно Кстати, вторая мысль Я тоже накинул Смотри, короткометражки Вот и потом Посмотришь, поедешь дальше На дачу Саженцы сажать Дмитрий Я накинул еще идей Это будет полезно Поделитесь процентом Капотню обустраивают В Капотне Обустроят Вот, представляете НПЗ, Капотня Все вот эти нефтеперерабатывающие вещи Вечный огонь У нас же два вечных огня Один в Александровском саду А другой в Капотне Потому что там газ жгут Так вот Обустроят И там будет очень большое Культурное пространство Посмотрите, присмотритесь Хорошо Жду процентов Буквально вчера меня взяли на работу В художественном руководителе В культурный центр Щукина Мы вас поздравляем Если вот осилю третий Всю команду тебя Обязательно Капотня жди Будем жечь Будем жечь Это хорошо Огонь Огонь А давайте Смотрите А давайте чуть-чуть Отступим в сторону Вот прям шажочек сделаем Я когда читал про вас Про тебя Театр-студия 15 Да Ввиду некоторых последних событий Все, что касается Словосочетания Театр-студия А дальше любой номер Вызывает у меня некий Ну не сказать Осторожность Ну ужас Что уж там Почему? Потому что уже есть Некоторый какой Знаете, шлейф что ли Когда говорят Студия вот такой Вот такой-то номер И я сразу вспоминаю Те события, которые Все прекрасно знают С Кириллом Серебряником Ну конечно Нет, ну послушайте В Амхате Со времен Еще Станиславского Каждая студия Имела свой номер Ну то есть Дело седьмой студии Вот это вот Да, вот Что сильно обсуждали Это как бы Ну как сказать Ну такое Есть же все равно Вот устойчивые формы Театральных объединений Это может быть Либо Государственный театр Независимый театр А вот у меня театр-студия А 15 потому что Ну вот потому что А почему? А почему? А почему? Потому что А давайте так Будет тайна Люди сейчас Мы сейчас послушаем музыку Придумаем версию Почему И вам расскажем Погнали Будьте со Страной ФМ С нами хорошо Страной ФМ А мы здесь Лиза Калина Майк Войс И Дмитрий Бигбаев Дорогие друзья Дим, ты что так грустно Восемнадцать 35 минут Оставший я, честно сказать А что устал? Без выходных работы Вот устал Потому что Большая повестка Готовим много Интересных проектов Для театральных Ребят Которые в Москве Их очень много И вот хочется Чтобы у них Все было хорошо В частности Сейчас прорабатываем Большой-большой проект Не знаю Можно про него сказать Наверное скажу Давай Чтобы любые Желающие ребята Если они объединились Имели возможность Репетировать Абсолютно бесплатно На хороших площадках Артисты в смысле? Да, артисты, режиссеры Музыканты Потому что как правило Какие проблемы? Вот закончили ребята Вузы, театральные Они не поступили В театральный вуз А дальше Ну, то есть Не поступили в театр В театр Служить А у них какая-то Вплоченность присутствует Они готовы Что-то дальше делать Как-то выходить На театральный рынок И проблема в чем? Что везде аренда И вот эта вот аренда Не позволяет им Реализовывать Свой творческий потенциал Аренда в смысле Вот помещение Ну понятно, да Вот И мы как раз Прорабатываем Это сейчас плюс 25 Хорошо, можно в парк пойти А зимой? Ну все равно Театр же он такой сокровенный Надо там поплакать Пострадать Ну понятно Нужное пространство Покричать Режиссер-то вот такой же Как я какой-нибудь попадется Вообще будут кричать Всякие нецензурные слова А ты кричишь матом? Да Поможете кивать Ну у меня всегда Все работает как часы Особенно артисты Вот Они прям Слушай Усердно трудятся Потому что знают Что я могу Крепко приложить словесно Поделись вот опытом Ты как артист Со стажем Разным Музыкальным Актерским Вот у тебя есть Какие-то твои Ну не знаю что ли Рекомендации Рецепты Чтобы быстро прийти в форму В том Ты говоришь Сейчас устал То есть все А артист Это кто? Это человек Который должен сжечь на сцене Иначе чем он нужен? Мне кажется Здоровый человек Артистом не станет То есть Есть какие-то заболевания Все-таки дадим Безусловно Психологически То есть человек получает Гигантский Какой-то эмоциональный заряд От того Что на него смотрят люди И он выходит Вот собственно И тут все говорят по-разному Это обмен Энергия зала Ля-ля-ля А так вы просто больной Очевидно нездоровый То есть понимаете Человек там с температурой Еще чего-то Нормально бы человек Лежал Отдыхал В основном Нет Мне нужно Знаешь Выйти К людям Вот Ну поэтому Самый лучший рецепт Заниматься любимым делом Если это артистическая сфера То просто выходи И вот этот обмен залом Он будет сам по себе Сцена лечит Ля-ля-ля Вот А если Ну вообще Любая работа Если она приносит удовольствие Если она реально твоя То и собираться особо не надо То есть ты кайфуешь от процесса И тут как-то никаких особых секретов нет Даже если режиссер демон Режиссер Кайфуешь от процесса Это счастье Приходишь на репетицию А режиссер Тебе вообще ничего не хочет Ты очень спокойно Что-то это Ну значит ему не нужен результат Ни от тебя Ни от самого себя Ни от процесса Ну режиссер же Это же человек Который взваливает на себя Всю ответственность И в итоге потом сидит Там переживает Седые волосы Пересчитывает на своей голове А артисты кайфуют Прекрасно получают удовольствие Для того чтобы они получали удовольствие Зрителю все нравилось Нужно конечно чтобы вот режиссер Упахался в свое время Поэтому Такой лев Царь Ну да Если он не покажет Кто здесь главный Артисты его тут же сожрут Потом его сожрут службы Потом его сожрет директор учреждения Поэтому Потом все сожрут Режиссер должен быть конечно Тоталитарной скотиной Слушай Дим По поводу тоталитарных скотов А вообще в этой схеме Кто должен оплачивать эти площадки Кто за все это так сказать Платит Ну в Москве очень много Культурных институций Департамент культуры города Москвы Постоянно поддерживает Развитие всяких разных И библиотек Вы слышите наверняка Об этом Домов культуры Ля-ля-ля И возникает Ну как сказать Сейчас есть некий буфер Между занятостью этих площадок Да И Ну Если есть условно говоря Какая-то культурная институция У нее есть своя повестка Но при этом она стоит Она отапливается Она охраняется И вот если там есть Вот какие-то свободные слоты по времени То почему бы туда не пустить Творческий креатив Вот сейчас у нас Вот сейчас у нас Рекламный слот Как раз В гостях Дим привет Еще раз Привет всем Кто нас слушает и смотрит Дим А знаешь как-то мы сузились Вот смотрим в одну точку В плане организаторских Вот этих всех вещей Фестивалей и прочее А что вот ну Тебя знают как музыкант Тебя знают как ведущего Как актера Что вообще вот с этими Со всеми пластами Может ты Рыбчину Сейчас будешь уже читать Мы скоро увидимся Как угодно сейчас Версбаттл Версбаттл Что? Когда? С Оксимироном тебя увидим Готов организовать пространство Для любых творческих людей Просто на самом деле Всегда тяготел к режиссуре Просто так случилось Что режиссерами Там вот я в 15 лет Поступил в театральный вуз Не становится в 15 лет режиссерами Нужен опыт жизненный Ну конечно Нужно вызреть Нужно понять Тем более я в театр Первая жизнь попал как раз в 15 лет Или в 14 я уж там В общем вот Сразу попал и вдохновился Очень до сих пор вдохновляет Вот А потом второе высшее получил Тоже оно организаторское Параллельно с этим Ну так случилось Что действительно попал в этот проект Чудесный фабрика звезд И какое-то время Я рад этому моменту Потому что я узнал Как работает телевизионная кухня изнутри Это очень интересный проект И как тебе шоу-бизнес? По-разному Нет, шоу-бизнес это же Ну нет, ты же узнал Как он работает Мягкого слова подобрать Сложно Ну как бы я действительно считаю Не очень здоровыми людьми Которые занимаются шоу-бизнесом В нашей стране Но это их выбор Слушай, тебя послушаешь Они все больные В театре больные Актеры больные В шоу-бизнесе больные Ты в 15 лет уже выбрал Понимаешь, это путь Ну да Ты лечишься Ты у врача наблюдаешься Я прекрасно сижу в зале У меня в руке микрофон Я на всех кричу Люди бегают Что-то делают Матом, матом отмечу Ну не всегда матом Когда с детьми мы работаем Спектакли там Выпускаем всякие разные Конечно, я сдерживаюсь В этот момент Хотя в глазах написано все Что на самом деле имелось в виду Вот Артисты, конечно Ну вот на них кричат Они все время не высыпаются Они все время что-то хотят В музыке Следи за чем Что сейчас происходит Затем же Важно, сколько у тебя лайков Вот это же просто Это же нездоровые люди Ну согласись Так сейчас бизнес работает Они играют по этим правилам Ну да Ну вот у тебя в среднем Сколько лайков Давай померимся лайками Давай померимся Не знаю Надо зайти в инстаграм Посмотреть Я очень редко там бываю Слушай, нет Ну скажи, ну а ты вообще Следишь вот там За тем же Владом Соколовским Например Конечно Влад прекрасный Он Я к нему очень хорошо отношусь Это же Он молодец как раз Но он опять же Понимаете Он совмещает И актерскую деятельность И благосферу Правильно говорю Благосферу Благосфера Да Перед Пасхой можно Благосфера Благосферность Благосферность Ну в общем да Вот блогеры Где там Тусят Вот Он молодец Что он все это совмещает В итоге Я так понимаю Что очень хорошо себя чувствует Есть еще и конечно Музыка и танцы И опять же Он менеджерские функции Тоже в себе Аккумулирует То есть ну вот Такой вот Универсальный артист Прекрасный артист Чудесным репертуаром Ну ты все Ты нам сказал Ушел со сцены Да Ты говоришь 15 марта я в шоу 15 марта я сыграл Свой последний спектакль Ты прям решил железно Что все Ну да Не ну конечно Если будет какое-то там Уж очень интересное предложение Если найдется режиссер-самоубийца Который захочет со мной поработать Во что я не особо-то сильно верю Потому что со мной очень тяжело работать А почему? Потому что ты вредный? Ну я вот такой Который вопросы задает Который Ну как бы Знакомо Знакомо Такой вот Ну знаете Непонятно тебе Надо достучаться до небес А потом я еще выйду на сцену И начну играть по-своему Я буду играть его тему Просто он поймет это не сразу Ну то есть я Мне к сожалению Вот мне редко везло с режиссерами То есть в основном Все режиссеры чуть-чуть Чуть-чуть не умнее меня Чуть-чуть менее такие Наполненные творчески У них там Понимаешь Серьезно У меня и в кино То поэтому не сложилось То есть То что тогда что Я знаю какая твоя Самая главная теперь будет Передача Сам себе режиссер Я приходил на кастинг И начинал режиссерам Рассказывать Как им стоит Снимать это кино И вообще неправильно Они все тут делают Поэтому конечно Вот Если найдется режиссер Самоубийца То конечно его ко мне Сразу первым делом Ну либо самому снимать Знаешь ли Ну я же снимал Да вот и Каражное кино снимал И клипы снимал То есть я планирую Что-то поснимать Пока просто немножечко Не до этого Хотя сейчас вот есть идея Сделать большой Международный фестиваль Кинофестиваль Может быть я к этому Подключусь Хотя уже от фестиваля Если честно устал От международного всего Тоже немножечко уже подустал Сейчас вот сделаем Тавриду Потом сделаем проект Вот Для Ливадийского форума И все Дима Ну мы тебе в общем желаем Удачи И ждем Даже не знаю Надо ли желать тебе Усмирить немножко твой пыл Или наоборот его как-то Наоборот Наоборот Все же для творческих людей Рулить самому Давай снимай Готовы смотреть Так же я скажу В конце Дмитрий Пикбаев Режиссер, актер Спасибо тебе большое Спасибо Увидимся Всем хорошего вечера Пока-пока Спасибо Первый Единственный Телерадиоканал Странно ФМ Страна ФМ Телерадиоканал 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 Телерадиоканал